Всем приветик! Мы сейчас приехали в деревню, но мы здесь с вами не были. Мы тут часто бываем. Вас давно не брала с собой. В общем, сейчас мне надо идти до бытовки, кое-что посмотреть на работу. В общем, мы на работу постоянно, каждый день слушаем музыку. А слушаем на телефоне. То есть, если телефон быстро разряжается. И я вспомнила то, что у нас в бытовке был маленький магнитофончик. Я вот не помню, только когда мы с Серёжей тут разбирались, выкинули мы его или нет. Вроде всё жгает то, что он здесь должен быть. Сейчас посмотрим. Здесь и здесь. Так, не обращаем внимания. Тут у нас вот эти все доски. Это, которые у нас лавка, стол. Мы всё занесли сюда пока на зимний период. Мне кажется, как бы мы его выкинули. А это кто? Это кто? Это котик. Видите, как у нас там пусто. Помните, вот этот стол с лавками у нас стоял вон там, в конце огорода. И вот он пока и здесь. Ну что, не видно его? Блин, что, нету что-нибудь? Может, мы его правда выкинули, а? Я помню, надо видео пересмотреть, где мы тут порядок наводили. Я помню, ты вот эту полку, конечно, надо её убрать отсюда. Что она тут висит? А на ней как раз стоял магнитофон. Так, ну-ка, вылази. Где им? Я ещё куртку испачкаю ещё. А там-то на кровати нигде нету. В общем, ладно, сейчас поищем. Нельзя найду, не найду. Видите, у нас сразу сколько тут места освободилось. Вот. Серёжа разобрал, в общем, самодельную лавку со столом. То, что вот он из подона делает, занёс в бытовку. Чтоб за зиму доски не испортились. Так хорошо у нас тут прям. Ну, мы сюда часто приезжаем. Серёжа, что вообще каждые выходные здесь наши грядочки. А следующий год я вообще планирую их отсюда убрать. Не знаю, буду сажать ещё или нет. Ну, я думаю, на этом месте их не будет, скорее всего. Не знаю, посмотрю. Сажать, скорее всего, буду что-нибудь экспериментировать. Сегодня Серёжа приезжал тут, доносил песок, который у нас за воротами был. Вот. Потом, что он тут ещё, какие работы делал. Вот эти коробки достал, как они, дождевики называют, как правильно надо у него спросить. В общем, то, что всё герметиком замазывал, чтобы нигде ничего не протекало, чтобы всё хорошо было. Калитку нам пока ещё не сделали. Вот мы ждём, пока ребята там доработают на другом объекте. Они сейчас заливают фундамент, сказали. И после того, как фундамент зальют, уже приедут к нам, будут варить калитку. В общем, решили мы, чтобы они сами нам её сварили. Не ворот, ничего у нас тут особо не поменялось. Чего? Конфетку. Конфетку? Ну, папа есть. У папы спроси. А это вот песок. Он вот сюда остатки донёс кучу. Так что вот такие вот делишки. Пойду я искать магнитофон. Блин, надеюсь, что мы его не выкинем. Сейчас Серёжа скажет, его там нету. Я уже губор скатала, потому что это, на работе говорю, музыку с телефона слушаем. Батарея быстро разряжается. Чё, не нашёл? Блин, чё, выкинули? В общем, искали мы, искали, так и не нашли. Мы магнитофон. Я говорю, стоял пять лет, никто его не трогал. Тут как надо. Мы, видать, его всё-таки выкинули. Когда у нас тут была уборка в бытовке. Позвонила я Тане, спросила. Я говорю, нет, у тебя там случайно, может, старого приёмника какого? Ну, от бабушки там, может, чё, осталось. Вот она нашла старый магнитофон. Говорит, магнитофон есть, нету провод. В общем, сейчас поедем к Тане за магнитофоном. Серёжа говорит, то, что провод, он мне сделает. В общем, там спеца... А где ты возьмёшь вот этот выход где? Вот этот штыкер. В общем, сейчас поедем к Тане. Чё выходить? Иди, он как на лавку залез тут. Дай. Тихо, не дай ему руку сейчас упадёт. Всё, поехали тогда мы к Тане за магнитофоном. Серёжа пообещал, провод сам сделает. Все слышали. Всё, поедешь к Тане? Да. Пойдём. Там Нюша, наверное, тебя ждёт. Играть будем, Нюша. С Нюшей играть будешь? Да. А ещё мы домой приедем, я посмотрю, у нас там много разных всяких проводов. Может, что-нибудь там подходящее найду. Кто ты? Котёнок. Ты котёнок. Где Варенька? Варежка у тебя улезла, давай, Ди. Вот она. Я есть. Блин, на рабочем плите, смотрите, как рукой прослонился. С этой стороны рука припечаталась к духовке. Ну, тут уже почти заживо у меня. Я тоже не буду егать сейчас. Чё там? Я Тёме егаю, мам. С Тёмой будешь играть. Тёма в школе. Он на вторую смену учится. Пойдём. Я буду егать. Кстати, у тебя свет прям Тёме. Где у тебя отключила? Всё, что ли? Это вот здесь отключено. Мы уже приехали к Тане. Такой малюсенький. Он хоть работает, интересно. Сейчас посмотрела на Авито, сколько стоит магнитофон. Представляете, по 5 тысяч стоят двухкассетные. По 3 тысячи. Самые дешёвые там эти радиоприёмники. По 500 рублей. А тут антенны нету. Давай проверим. А где это его взяты? Потому что от маилом. А ты его слушай. Антенны там сломаны. Какую-нибудь проволоку прицепить. У кого были такие магнитолы раньше? Мне кажется, они у всех были. Я помню, у нас два музыкальных центра было дома. Такой вот малышок. У меня, по-моему, как-то приближённый сиденье. Подожди, тут я даже где звук-то, я не знаю. Убавь Пугачёву сейчас будешь слушать. Вот это, наверное, колесик. Убавьте меня. Авторским правам мне выдвинет. Что это Пугачёва-кассета? Да, первая, которая попалась. А какие у тебя есть там? Руки вверх у тебя нету? Я помню, у нас раньше с Таней были все сборники. Руки там, крошка моя. А я такой, по-моему, голубой альбом. Какие у тебя кассеты? Может, мне радио не надо? Ну, а где ты её принесла? Откуда ты? Там лежала, вобрали. А есть ещё какие-то кассеты? Да. В общем, вот такой магнитофончик на работу я возьму. Ой, я тут заживала-то. Я намотал плёнку. Ой, как её достать теперь. Такая сетка. Алла Пугачёва. Какие хоть там песни. Тут заживал, вон, плёнку. Журавлёва. На сердце рано у меня. Как там поэт, я уже не помню. Снежинки везти. Да, раньше были кассеты. Нет, сначала, наверное, пластинки были. Да, потом вот эти кассеты. Потом диски пошли. Серёжа сказал, про вот я тебе сделаю. Я помню, раньше на кассетах такая функция была. На одну кнопку нажимаешь, там автоматически, помню, что-то переворачивается. Это прям что-то было. А, провод-то нету, я подключаю, а ты тысячу сидишь. Что-то не поёт, провод главный вытащит. А я сидит снимать, а это не видел. А я и не видела, что ты вытащила его. Это у тебя от центра провод? Ну, я думаю, они мне не пригодятся. Времена. Здесь провода, они на всю старшую берут. Девенонстые. А, откуда они? У меня я дома, все, вот тут Света есть. Свет мы раньше тоже любили. Главное, на одной стороне, смотри, пять песен, и на другой пять. Помню, раньше, чтобы переключить, надо. Кассет закончилась, нажать на кнопку, вытащить, перевернуть её. Вон, сейчас домой приедем и его помоем. А там нет, это херни, телефон, чтобы подключать. Ага, как будто раньше, такие были, раньше телефонов-то не было. А вот тут включили телефон. Да, она уже всё, провод отнесла. Девяностое. Вот телефон, телефон, что ты мне говоришь-то? Ай, чё, подожди, а как тут? Знаешь, он такой более уже современный. Чё телефон? Да вот она, говорит, телефон, чтобы включать. Ну, музыку, наверное, чтобы слушать. А зачем мне телефон, я наоборот хочу бы, Таня? Для наушников включать. Тань. И для наушников. Ну да, видишь, штекер какой. Он, людей с переходников взял. Тихо, подожди, ты чё хочешь? Телефон включил. Чтоб музыка пела. Да нет, нет, для наушников. Да можно, можно. Помнишь, мы где-то так слушали, когда в замке шли, работали тоже. Помнишь, что это у нас там похоже? Таня, где у тебя кипяченая вода? Вот это? А чашку, Даня? Да, попить нам. Чашечку достань. Стой. Подожди. Ой. Попить не хочу. Тихо, только звук убавил в тайницу. Да нет, это для наушников. Нет, помнишь, мы где-то раньше тоже так слушали. Я слушаю на твоём центре. Там у центра подключается. А, ну и столько за счёт того, что как и динамик будет. Да. Да, я наоборот хочу в целях, чтобы экономить телефоны, батарею не тратить. Чего тебе дать? Мам, да, да, да. Да нет, конфетку. Я просто несколько выходов вставляю, но и поёт. Откроешься? Да. Ой, мам. Вот так смотри, вот так смотри, бери его за один краешек и за второй. И так тяни, оп. Тихо, она сейчас упадёт, она маленькая. Не подальше он так. Смотри, смотри, её. Не надо сразу грызть. Ты же как? Как там кислинка, что ли, смотри. Он любит, он лимон просто так ест, даже не морщится. В общем, ладно, посмотри. Вот, ребят, вот эту кассету Свету возьму. Все мне не надо. И вот эту послушаю, что это 90-е тут. Все, хватит. Кто? Редактор субтитров! Корректор А.Кулакова Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова